Играет музыка У нас есть фан-зона. Да, родная, привет! Как тебя зовут? Стефа. Маленькая. Мы вас любим. Да спасибо большое. Дорожку маме, очень приятно. Ну, это звезда вечера уже. Спасибо большое. Друзья, чтобы вам было понятно, да, методик, к которому идет. Центр справа-слева. И так вот меняемся, поэтому, пожалуйста, не бежайте. Там вряд ли успеют все, конечно. Алексей, добрый вечер. У меня такой важный вопрос. Скорая зима. Слухая погода, погодная кашка стены. Да. Какие выходные средства для души используются, чтобы кожа превратилась в тушеную форму? По поводу кожи, ребят, Макон скажет так. Можно себе покупать миллион дроблющих винов, и неважно чего, да, но все зависит у нас не от того, чем мы пользуемся больше, а от того, пока главное всего что? Погода в доме, да? Вот. Какая-то всякие там различные, я, ну, не буду скрывать, что я приверженец бренда Валмон, я пользуюсь очень давно. Да, он дорогой, да, он дешевый, но он реально рабочий. Вот. Мне прям вот для моей кожи, ты понимаешь, с хитозом. Мне прям отвлечено. Вот. Соответственно, почему хороший, почему дорогой увлажнитель? Потому что я из категории людей, которые, разумеется, на такие вещи тратить деньги не буду, да, а увлажнитель хороший, кто их в районе сотки, я все лучше пюмочку упал. На каком угольном? На там, на жене, там кушать, но он не на себе, понимаешь? На себе нельзя, мы у себя отнимать. Вот. Потому что этот состав, даже цыпленка, кожа не дышит, начинается паровой эффект, да? Вот у меня он. Я в пене, помазку, начинал дышать, а он еще, на самом деле, не начинался. У меня там были какие-то редкие, взрослые периоды в стиле, чуть-чуть, какие-то точечки на лице, которые мне казались, что это... Причем я заметил еще, у меня еще в семье четверо, у меня трое братья сестер. Я заметил, и сестра, и моя более старшая сестра, они все пользуются какими-то плотными, тональными длимами. То есть, хотя на детскую кожу, понятное дело, что длима вообще не нужны. И девочкам там до двадцати лет, и вообще можно ничего себе не в тридцать, ну, на мой взгляд, не перекрывать, иногда даже и в двадцать, и в тридцать, и так далее. Но я просто очень люблю, чтобы было все чипно. Да? Сегодня я на нюдовом, обычно я бы не нужен в три раза плотнил. Вот. Я люблю, чтобы прям это было, как с картиночкой, знаешь? Соответственно, я стал чуть-чуть себе, у меня был такой Dior, форел, прям самый плотный, кирпичного цвета. Сверху куку, вот так вот, чик-чик. И вот здесь только и вылучается, знаешь, не такое подобие, какой-то, а уже такое, немножко структурное, как казалось мне. Я посмотрел свои фотографии из прошлой жизни, и я понял, что не оказалось. Понимаешь? Не нужно, что вовремя покреститься. Но, к моему великому сожалению, понял я только сейчас. Ну, слушай, мы делаем работу над ошибками, да? Тогда так, сейчас так. А по поводу я понимаю, что я, конечно, не или что шею, да? Вот. Я понимаю, конечно, что, я какой-то там влепленной красоты, но я знаю, что я могу дать, да? А что могу дать мне? И на это строится моя прямая уверенность. Как поводу уверенности нет. Это просто... уход за руками? Уход за руками? Ну, какие-нибудь... Родная, сложная тупа. Слушай, по поводу ухода за руками. У меня нет никакого ухода по той причине, что он у меня природный. Каким образом? У меня постоянно спектакл в нейрологике. Для команды это какая-то проблема, для кого-то... Для меня то, что... Знаешь, я сначала комплексовал это. И сейчас я это не комплексую, потому что мне никогда не нужно использовать такие кремаумы. Я всегда увлажняю, не знаю, это возможно за какого-то негативизма, или из-за чего-то, я не могу себе ответить на этот вопрос. Какие-то эс-группы это, какая вот... Вот. Поэтому я не увлажняю ни черной водой руки, Макс Кушнер сделаю, делаю все у меня круг. Но... Это все. Крема никогда нечего, потому что если она влажна на руку прямаумы, потом вот так вот будет все литься. Поэтому я вот не по кремовой части вообще. Ну и даже я не могу посоветовать, потому что у меня есть все крема для руку, которые мне дают, но всегда кто-то передают. То есть я вообще не... не по этой части. Какой боль, а пози сигаретами, потому что я полю и пью. Вот. Я не могу... У меня уже пример. Я не могу подушиться дольше габана императрица, дукуить сигарету и выпить какого-нибудь бухла. Потому что дольше габана императрица она не вяжет с цитилизацией. Я буду пахнуть недорого, а я буду пахнуть, понимаешь, ну очень странным странным событием в жизни. Да, поэтому я всегда выбираю свои духи, которые подходят вот к этому. Из духов бюджетных я люблю на зиму Жваншан, Грилдема черненькие. Из духов, которые такие, знаете, цветочные, я люблю флёр, наркотик. Да, я думаю, все знают, что это духи, но если не все, то обязательно попробуйте. Батичей Милледи у меня нахаждая на постоянку. Картье сильненькие, судовые, но это по настроению. Совсем по настроению. Буцель Креал, разумеется, я очень люблю. И, как же это называется? Господи, Буцель Креал, это вариант для Баруа. Вот духи вот эти, классные духи. Ганимет. Вот, Ганимет, еще классные духи. Буцель Креал, я очень срокси не пользуюсь. Ну и разумеется, всеми линейками армян, потому что у них все запахи приятные. Ле-марвели рыженькие, я прям их обожаю, они стоят как-то супердорого, но пахнут прям богатством. Здравствуйте. Я там у Даша. Почитаю. Знаете, я хочу спросить, какой у вас любимый пенли? Какой у вас любимый пенли? Какой у вас любимый пенли? Ооо, вот этот мем действительно такой 16-й пенли. Какой у вас будет видеть, кроме бедности. Вот эта макартина, очень нравится. Я ее прям себе сформировала, и везде ее поччу. Я прям вижу в этом себя, понимаешь? Я вот смотрю на эту даму, которая лежит на горе во блатах, и думаю, моя. Вот этот мем, он совершенно смешной, но он жизненный. Вот. Как-то так. Спасибо. Хорошо. Вик, подними руку. Зачем нам передавать? Ага. 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 Про блоки суток. Что происходит? Что происходит? Ну, как раз, можно сказать, блоки суток. Люди, которые любят рейд, это эпоха. Люди, которые... ...моги ящики, видите какой-то пункт в руку. Что из этого? Попробуй суток. Ой. Ну, слушай. Ну, если я опаздываю, я... Знаешь, с чем проблема? Я никогда не опаздываю. Это первое. Это такое случаем просто невозможно. Вот. Но... Если я уже опаздываю, я сделаю все это, и пусть весь мир подождет. Я не буду никому ничего. Это самое. Если я чувствую себя некомфортно, то, как я выгляжу, главное в приоритете, что я опять же говорю, мы и мой. Если я хотел что-то изменить, да, я бы, наверное, смотря... Что бы вот из этого шло? То есть, если бы мне что-то нужно было изменить, моя жизнь как-то кардинально поменялась, да, я бы спросил, что моя жизнь меня устраивает, тот уровень, да, то вообще место, как я живу, меня устраивает, да, конкретно вот эта вот ситуация. Если бы что-то было прям такое вот колоссально сменяющийся, я бы, наверное, не стал, потому что мне... Я человек, который все-таки вот я люблю... Я когда захожу в ресторан, хожу только в те рестораны, в которые я хожу всегда, беру всегда все только одно и то же. Афицианты, я даже уже не спрашиваю, что если беру. Понимаешь, я очень живу вот в таком вот пище. Абсолютно скучную, абсолютно однообразную, бытовую жизнь. Для меня. Это всякие мероприятия, решилимки, тусовки, встречи с людьми и так далее. Все. В целом я живу очень однотипно. И все время постоянно говорят, вы не устали? Я говорю, ребята, я не устал. Вот я так живу, и меня так абсолютно это устраивает. Понимаешь? Ем одно и то же на завтрак, на обед, на ужин. И все. Многим это может показаться странным, скучным каким-то... Но это моя жизнь. Главное для себя это принимать. Понимаете? И кому вы войдете, кого вы берете? Слушай, ну... Я могу сказать так. Могу сказать так. Что... Если выбирать те, с кем я больше общаюсь, да, с кем у меня больше каких-то взаимодействий в жизни, в реальной, то, конечно же, я пойду позже, если выбирать по такому нюансу. Вот. А если, в принципе, так получше, то они пересекутся. Я скажу мальчикам, давайте пересечемся все вместе-то. Ну, в целом, если нельзя вообще не так выбрать, ну, вопрос... Ну, вы молодец. Вопрос прям вот... Хороший вопрос. Прям вот... Журналистское дело прям чувствую. Ну, давайте, да, я думаю, что если вот именно нам встречу в один день, в одно время, если нельзя перенести и так далее, то я, наверное, тут Гошу увиделся. Потому что с Гошу мы снимали уже два или три проекта вместе, и мы сейчас пересекаемся часто в повседневной жизни. Сашу я тоже люблю, но Саша он просто видится реже. Вот. У нас меньше пересечений. Поэтому это так. Я сейчас поеду на дачу, в такси, два часа. Что вы посоветуете из своего колониста? Ты мне сейчас идешь в поездку? Да. Ну, сейчас, я сейчас скажу, зайду на Трелсасино. Ну, сейчас посмотрю, что у меня здесь из первых треков, которые у меня есть, которые я... Ну, слушай. Вот, например... Ну, что у меня? На дневной рекой развели мосты. У меня Маша Распутина. Да. Ирина Аллегрова, любовница. Филипп Киркоров, черная пантера. Да. Вот у меня вот такие вот тут составляющие. Филипп Петрович, кстати говоря, скоро премьера его этой черной пантеры. Дорога Гая. У меня здесь есть песня. Девочка и дельфин. У меня много разных. У меня здесь есть песня. Все. Поэтому нет никакого ответа. Продолжение следует...